Всем привет! С вами Игорь Войтович и программа Кинозвезда. Сегодня я расскажу, какими новинками кинематографа нас порадует кинотеатр «Звезда» с 10 октября. Поехали! Фильм Гимини рассказывает фантастическую историю о безупречном талантливом наемнике, чьи лучшие годы давным-давно остались позади и теперь он, можно сказать, уже отошел от дел и ушел на пенсию. И вдруг на его след выходит некий другой киллер, знающий досконально все его повадки, черты и особенности. Словно молодой двойник, продюсером проекта выступает именитый Джерри Брукхаймер, а постановщиком выступил Энг Ли. В числе сценаристов триллера Дэвид Бенни-Офф, Берли Рэй и Даррен Леймке. Главный герой сюжета – отошедший от дел киллер по имени Генри Броган. Когда-то он был лучшим из лучших, но уже давно не удел и проживает обычной размеренной жизнью. В его жизнь торгается другой наемник, угрожающий его жизни и словно знающий Генри, как свои пять пальцев. Его страхи, его навыки, вредные привычки и многое другое. Изучившись свою мишень от и до, этот таинственный человек оказывается, как две капли воды, похож на самого Генри. Вот только на десяток лет моложе, тех времен, когда он сам был на пике своей формы и физических возможностей. Противостояние с таинственным наемником в один миг перерастает в борьбу с самим собой. Но как побеждать, когда соперник наперед знает каждый твой шаг и предстоит разобраться Брогану, чтобы выжить и защитить всех тех, кто ему нынче дорог в его новой жизни? Смотрите фильм «Гемини» в кинотеатре «Звезда» с 10 октября. Скажи мне, почему ты не смог его убить? Он предвидел каждое мое действие. Я загнал его в угол, потом я выстрелил. И он исчез, как призрак. Кто он такой? Кажется, я знаю, в чем дело. Это ты. 25 лет назад они сделали тебя из меня. Они выбрали меня, потому что я особенный. Пора положить этому конец. У тебя все его способности без его боли. Вы создали человека из другого человека. И послали меня его убить. Вы намеренно это сделали. Соберись. Тебя сдерживает страх. Ты должен перебороть себя. Из всех людей в мире, почему они послали тебя? Фильм «Девушки бывают разные» — это русская комедия с возрастной маркировкой 16+, на своей афише и с целой плеядой звезд российского кино среди своих участников. Речь в картине пойдет о трех друзьях, рванувших в Мексику на веселый серфинг. Вот только местные криминальные разборки, устроенные накануне бурной пьянки, заставляют их переодеться в женские платья и парики, чтобы сохранить свои жизни и скрыться от местного криминального авторитета. Режиссером этой комедийной ленты выступил Сарик Андреасянов, числе сценаристов проекта Дмитрий Преснецов и Чермен Хадиков. Главными героями выступают приехавшие на отдых в Мексику трое лучших друзей. После пляжной вечеринки они приходят в себя на пляже, ничего не помня о прошедшей ночи, но вскоре за ними начинают охотиться глава местного криминала Хуан и вся его банда. Попытка бурно отметить приезд обернулась гонками на перегонки со смертью. И теперь, чтобы мафиози их не узнали, они решают вместо того, чтобы покинуть Мексиканский песчаный пляж, переодеться девушками и даже принять участие в чемпионате по серфингу. Тем более, что главный денежный приз там выглядит невероятно соблазнительно. Но не станут ли новые знакомства, внезапная любовь и сама мужская дружба проверкой на прочность перед достижением своей заветной цели? Смотрите фильм «Девушки бывают разные» в кинотеатре «Звезда» с 10 октября. В этом году мы с друзьями решили слетать в Мексику. Познакомьтесь, это Фил. We're Mexico! А это телень. We're Mexico! We're Mexico! Сегодня мы принесем этого петуха в жертву. Угочь! Угочь! Что еще вчера было-то, а? Парни, мне очень плохо. Где мой петух? Петух? Ты петух, и он петух. Только он мне нужен, а ты нет. Отрежем яйца. Вырежем. Под корень вырежем. Они сбежали. Куда это? Такие дамы семенят своими маленькими ножками. Мы решили поучаствовать в соревнованиях. Кулин-сёрфингу. Мы можем выиграть 100 тысяч долларов. А на эти деньги можно купить и документы, и самолет. Самолет стоит миллионы долларов. Не придирайся к словам. Подскажешь, как зафражить одного русского мужчины? Брутальный? Очень. Полный. Накаченный. Как я? Нет. Накаченный. Давай определимся. Мы либо тёлок клеим, либо от убийцы скрываемся. Знакомься, это моя давняя знакомая. После того, что между нами было, ты её всё время хочешь делать больно. Ты меня вообще ударишь. Тебе надо перестать быть такой ветренной. Ну что, пошли спать? Тебе сегодня не стоит оставаться одной. Его там могут убить. А меня там могут чепухнуть. Давай попить себя. Пописелька. Давай. Пописелька на лицо. Вы понимаете, что мне пришлось там пережить? Обманула, вела, запутала. Что хотела, получила, укутала. Ну, расскажи, ну, какой он? Ты, наверное, невероятно счастлива. Девушки бывают разные. Чёрные, белые, красные. Но всем одинаково хочется. На что-нибудь заморочиться. Ты просто считаешь меня непривлекательной, да? Непривлекательной? Ты себя в зеркало, ты видела непривлекательной? Ты же страшная, ты на мужика похожа. Девушки бывают разные. Добрый день. Мы бы хотели у вас работать. Это работа – наша общая мечта с девятого класса. Сиськи накачала, наела. Девушки бывают разные. Чёрные, белые, красные. Но всем одинаково хочется. На что-нибудь заморочиться. Вот сквозное. Чё? Ай, чё такое? Это мантуру сейчас. Следующий фильм уже стартовал в кинотеатре «Звезда» на этой неделе, но тем не менее он также заслуживает внимания. Картина «Люби их всех» представляет собой драматический триллер с возрастной маркировкой строго 18+. И расскажет о коварной мошеннице, сменяющей мужчин, как перчатки, представляя всегда разным именем и ловко забирая своё. Для сценаристки и постановщицы Марии Агронович эта картина стала дебютом в большом кино. А среди продюсеров проекта числятся такие известные в нашем кинематографе личности, как Сергей Сельянов и Дмитрий Добужинский. Для ведущей актрисы Алены Михайловой это кино также стало дебютом в карьере после ролей на ТВ. Главная героиня фильма всегда разная, живущая в обмане, сменяющая маски, имён и личности. Ведь она знает, кому из мужчин какая именно нужна. Она ловко обводит всех вокруг пальца и уходит, забирая с собой роскошные драгоценности и крупные суммы денег. Но что станет с ней, если эти бесконечные аферы внезапно закончатся и прервутся по-настоящему вспыхнувшим чувством? Сохранит ли она привязанность к своим мужчинам? Любит ли их всех или хоть кого-то из них? На все эти вопросы ей предстоит узнать ответ, когда её талантливые актёрские способности из иллюзии семейной жизни внезапно перерастут в пылкую и чувственную реальность. Смотрите фильм «Люби их всех» в кинотеатре «Звезда» с 10 октября. Этого мужика Люба за пару месяцев развела на лям. Сколько тебе лет? Двадцать. Спать с каким-то богатым мужиком за деньги? А когда ты спишь с какими-нибудь нищими бесплатно, тебе всегда очень приятно? Если совсем неприятно целоваться, то можно быстро перейти на шею. И провести рукой по плечу, как будто это самое прекрасное, что ты видела в жизни. Это графики встречи. Спасать хрупкую и бледную куда приятнее, чем розовощёкую с печеньем во рту. Никогда нельзя спать с кем нравится. А то потом ещё сложнее будет. Это не деньги. Это свобода. Ты знаешь, что мужики на сто процентов верят только тому, что они хитростью выяснили сами? А что ещё сложнее сделать, чтобы ты исчезла? Целуй меня. Нельзя связываться с женатыми, естественно. А как понять, что за тобой следят? Проще само их к этому подталкивать. За что тебе платили такие деньги? Ну, в основном за то, чтобы от меня избавиться. Я хочу развести одного мужика на лям. На этом сегодня всё. Вы смотрели на телеканале Интекс программу Кинозвезда. С вами был Игорь Войтович. Всем пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова